Среди озер так буквально переводится Интерлагас. С этой площадки весь южный пригород Сан-Паулу как на ладони. Вот там кусочек озера Биллингс, а там, к сожалению, западоками не видно, Гуара-Пирания между ними и расположился знаменитый автодром. Но да не ведут никого в заблуждение эти чарующие южноамериканские пейзажи. Кроме, собственно, бразильцев, в Формуле-1, пожалуй, не найдется ни одного пилота, который вам скажет, что заканчивать сезон здесь ему удобно и не соврет. Интерлагас – единственная формульная трасса на континенте. Сюда стоит приехать, хотя бы для того, чтобы оценить неповторимый колорит латиноамериканских гонок. Однако для команд неудобства тут начинаются, как говорится, уже с порога. Перестраивался автодром давным-давно. Боксов их всего 24 штуки не хватает. Боксы, на самом деле, очень хорошие по ширине, но они очень короткие. Соответственно, большое количество оборудования нам приходится оставлять на улице. Шины, диски и так далее. Пойдемте покажу. Роман Русинов – русский участник гонок на выносливость. В его команде 45 человек. В командах Формула-1 для сравнения не меньше 80. Можно представить, какой кавардак творится в паддоках во время гран-при. Очень мало места. Обратите внимание, ты уже мешаешь нашим механикам. И сейчас не режим гонки. Сейчас очень спокойный режим. И большая часть персонала сейчас находится не здесь. Во время гонки даже для вип-гостей здесь очень мало места. Условия, правда, спартанские. Это комната для пилотов. Одна на две конюшни. Туалет, кстати, тоже один. Правда, на весь автодром. У нас есть туалеты. Нужно бежать очень далеко. Сколько метров? Метров сто. Интерлагас – это такие бразильские американские горки. Трек, вдобавок, очень извилистый, а того опасен. Впрочем, своей исключительной сложностью он обязан не только местному рельефу. Бразильские спортивные зодчие – притчево языца. Интерлагас неудобен от начала и до конца. Как ни странно, один из самых опасных участков трассы – это заезд на пилей. Поскольку расположен он очень удобно. На разгонной прямой скорость полида, на которой может достигать 290 км в час. И получается, что автомобиль, сворачивающий к падокам и продолжающие движения, их траектории могут пересекаться. Поэтому там, за поворотом, всегда дежурит маршал с белым флагом. А чего стоят легендарные эскосены и мистические 14-й поворот «Курва да Кафе»? Как его не реконструировали, на нем продолжают калечиться гонщики. В прошлом пилот «Формула» Вит-Антонио Луице проходил его на разных автомобилях. Будем честны, все последние аварии на 14-м повороте произошли в кузовных чемпионатах. У болидов достаточно прижимной силы, чтобы не вылететь из него. Однако на дождевой трассе случиться может все, что угодно. И у меня, откровенно говоря, всегда сердце в пятки уходит, когда я приближаюсь к нему. Еще одна трудность заключается в том, что движение по Интерлагасу происходит против часовой стрелки. Это очень тяжело для гонщика. Таких трасс в чемпионате «Формулы-1» единицы. Очень устает шея, потому что я приучен ехать наоборот. Словом сказать, что Интерлагас трасса с изюминкой, не сказать ничего. В этом сезоне «Формулы» чемпион опять определится на последнем этапе. И можно не сомневаться, что 41-я по счету Гран-при Бразилии запомнится надолго. Евгений Леснов, Юрий Гарин. Все включено.